всех приветствую всем приятного просмотра и давайте продолжать наше с вами безумие так в прошлой серии мы как раз на этом месте с вами остановились так что поехали сейчас в конце коридора нас будет ждать с вами телефон нужно будет на него ответить и двигаться по сюжету дальше так надеюсь дальше меня скримеры пугать не будет как в первой серии потому что пару раз удалось ему меня так сказать напугать от неожиданности сейчас будет ворон мы с ним будем управлять да и в конце будет телефончик так улег спасибо дорогая но почему это моему жена была да то хочу спасибо дорогая недорогой так я ничего не вижу кроме вот этого вот у нас тут есть фонарик ребят я нас поздравляю у нас теперь есть фонарик это хорошо так давайте продвигаться дальше а здесь по моему с вами быть и в прошлой серии для ладно давай заходим м и был то есть нам туда нельзя до заходить блин хоть подсказку какого-то талия реально дали какую-то подсказку но если нам туда нельзя туда куда так ты кто текст она я очень страдаю потому что я должен сдерживаться когда я вижу тебя с таким прекрасным ножом твоей руке когда ты готовишь обед тогда я воображаю себе тебя и меня в объятиях с холодной сталью твоих внутренностях а прикольным я тогда смотрю в твои красиво лоза застекленные слезами в которой жизнь медленно умирает я мечтаю чтобы тогда запечат стрелять последние поцелуи на твои синие губа вообще не странно да мне вообще не пугает так что это у нас скотч отлично значит нужно больше знали взять какой-то полка пола куда сделать себе что-то и сука знаю ребят может на записи конечно но и не до такой степени страшно но сейчас объясню почему меня это так все напрягает из-за того что у вас звук то есть у меня звук в игре громче чем у вас на запись это специально сделано чтобы было меня слышно нормально и из-за этого такая штука и происходит ладно все больше не пугаемся по крайней мере постараемся пошли вот тут что мне нужно сделать я понять не могу может свет включить так прыгнуть я не могу ничего не могу так шикарно да нам нужно было включить свет просто так напишите в комментариях у вас испугал этот момент когда меня или нет это чисто на меня это срабатывает так труб мальчика в саду в результате продолжающегося расследование полиция обнаружила труп теодора сын известного психолога был убит а затем похоронен в теплице на территории недвижимости так не туда нажал ясненько значит все таки жену и сына психолога до нашего убили так сейчас погоди заберем мышку с вами не знаю конечно зачем но давайте заберем приди за мной пожалуйста мама здесь лежит такая холодная сейчас придем загореем маму очередная новая локация на твою ж падла можете выключить спасибо так здесь по моему кухня была до прошлый раз по моему здесь была кухня так но здесь нормально здесь я здесь я ожидал подвоха так все хорошо так ничего нету фонарик у нас тоже нет уже до даже так хорошо давай пройдемся комната малого забрали уточку надеюсь нам награду дадут какой-то за эту уточку так он туда варианта мы либо с вами поднимаемся наверх либо идем налево думаете может давайте сначала сюда всходим мистер бабайка так это что такое это ботинки черт мне кажется нам водичку суда не надо спускаться но и тогда попробуем наверх подняться посмотреть что здесь будет а потом уже в воду проиграть так известный психолог период этическим комитетом экспортальный метод лечения тяжело психических расстройств разработан доктором расследование прилог бывшие пациентки которая подлеем эксперимент на эксцессии покончила жизнь самоубийством молодежь к бросилась под пояс алищи психолог не забил все следы и следующие больную его методы что с нашим доктором не так да я правильно понимаю у нас либо подставили либо 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 теперь я понимаю почему за нами при разок охотиться из-за того что мы плохие ну 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 такими быть так здесь мы вышли пациент 3 марта марта нет 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 странный случай странный случай только только экспериментальный метод только эксперимент а или нет но почему именно он почему он почему почему именно он не знаю я не знаю странный странный случай странный случай это был странный случай ладно побежали это понял нам теперь так по нам теперь вниз да там где водичка у нас было блин вот все хорошо в этой ренту как картинка такая мыльная а я сюда затем а не могу я снега бегу-бегу ведь пиву-бегу-бегу и а а и 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 во вторник уеди уже была семья среду ночные кошмары мешали ему спать так что четверг посетил доктора в течение дня В пятницу вечером его советы он воплотил в жизнь. В субботу у него не было семьи, они погибли. В воскресенье, по идее, проспал все утро, врач был прав, кошмары остановились. Идем дальше, идем дальше. Если честно, я подумал, что это финал уже. Думаю, вот это прикольно, сейчас будет серия на 8 минут. Ну нет, ёб твою, меня зовут доктор Стивен Дойл, моя оригинальная терапия, потому что твои расстройства. Потому что твои расстройства, что? Так, пациенты Эдвард, предварительный вопрос, предварительный диагноз. Это мы уже с вами читали. Папа, поиграй со мной. Папа, поиграй со мной. Так, Теодор очень талантливый ребенок, очень спокоен, управляет черты мечтатель. Единственное, что меня беспокоит, это тень какого-то лица, которая появляется на рисунках мальчика. Ля, лошадо. Лошадо и гу-го. Хоть кто-то понял, что здесь вообще происходит или нет. Получишь над ним контроль, пожалуйста. Так, где граница между действительностью и сном, что такое жесть, это то, что мечтает? Или то, что создалось в мечтах? Скажи мне, что бы ты сделала, дорогая Сьюзан, если бы ты не могла спать, была бы ты в состоянии овладеть сном, который не приходит к тебе, а он овладевает тобой, Эдиль. Ну хорошо, вот, вот это получается наш главный персонаж, он доктор, у него был пациент, садовник вроде, да, и он не мог заснуть из-за того, что там кошмары были. Он ему посоветовал довести сон до конца, я так понимаю, что он убил жену и ребенка доктора, и он сейчас доктор... Угу, разбежавшись, принососколы, да, и доктор сейчас это либо расследует, либо у него кукуха поехала. А? Шикарно. Зачем под ноги смотреть правильно? А, я могу уйти дальше? Ёпт. Прикольненько. Так, и куда тут? Чё-то непонятненько вообще. Ладно, ну, идем до конечной. Правильно же я понимаю? Алло, игра, отпусти меня, пожалуйста. Я хочу отсюда выйти. Ну, пошли тут одевороны. Вон они шесть, сквозь текстуру. Исчезают. А почему я бежать не могу? Хотя, да, бывают такие кошмары, в которых ты реально бежать не сможешь. У вас было такое, что вам снится что-нибудь плохое, вы хотите бежать, а не можете, вы просто идете. Блин, ну, если мне надо было где-то там пройти, и расстроюсь. Ну, приходи, я тут тоже не могу. Ну, всё-всё, игра, я понял. Мы с ума сошли, отпусти меня, пожалуйста. Реально, 40 минут возвращаться назад, у меня нет такого желания. Может, остановиться, нужно? Так, но они сквозь текстуру куда-то вылетают. Угу. Можешь попробовать перезагрузить. Как думаете, может, поможет? Ну, всё, мы просто бегаем. Ммм, продолжить, не знаю. Вот такие моменты мне в играх не нравятся. Вот когда, вроде, знаешь, что вы хорош, страшно, страшно. Ты идёшь, у тебя всё сжимается, и тут бомс на 40 минут. Вот такая вот дичь, когда ты не понимаешь, что тебе делать. Блин, гребаный мост ещё. Как мы провалились. Сейчас давайте дойдём до моста. Если ничего не поменяется, попробуем выйти в главное меню, перезагрузить всё заново, и посмотрим, может, реально я игру сломал. Так, на пробел прыгнуть, мышка нет, 1, 2, 3, табы, тоже не работает. Ну, как забраться? Походу, никак. Давайте, наверное, главное меню. И продолжить. Давайте пробежимся, может, реально мне не надо было вниз падать. Так, здесь мы с вами были, да-да-да, меня зовут доктор. Твоя терапия, моя терапия, папа, поиграй со мной. Ну, да-да-да. Поиграй, поиграй. Не знаю, нужно читать эти записки, не нужно, но... Ну, мы дальше пройдём. Во. И самое печальное, мы здесь даже сохраниться с вами не можем. Во, хорошо. Давай попробуем пройти. Потихонечку. Потихонечку. Да, походу, нам нужно было по мосту идти, а не падать вниз. Ну, я ж не знал. Я думал, так и задумано. Иптвы. Ага. Теперь назад. И шо? А ты? Ну, точка. Во, а вот и дверка. А, ну, нам. Да ты издеваешься. Наконец-то мы вышли. Хорошо, что я перезагрузил игру, потому что могли бы там бродить часами с вами. Стивен, не могу ты прийти в ванную на минутку? Ну, конечно, могу, иду, Зойка. Один нашел ванная. Эм. Где ванная? Иду, иду, иду. Не спеши. Ты где? Где ванная? Нам сейчас покажут сисуле. Сисуле, сисуле. Так, это комната малого. Дорогой, принеси мне полотенце из-подни. Я совсем забыл о нем. Хорошо. Так, полотенце. Это же спальная, правильно я понимаю? Так, из-за избытка обязанностей у меня нет времени, чтобы заботиться о саде. Ну, и мне не важно, часто. Будешь ты заботиться о нем, не будешь. О, ну, если это полотенце, тогда я балерина. Не понял, кто закидал его. Алло. Дорогая, иди. Ля, обманули дядя. Я ненавижу его. Что он себе воображает? Кем он стал? Нам конец. Ну, один я точно тебе принес. А он по поводу нам, я не знаю. Кто понял, шутку став лайк. Лайкосик. Так. Что делать? Что делать, что делать? Выпить вина? У меня смешанные чувства относительно наших отношений. Но Стивен, это мой работодатель. Я ему многим обязан. Но я знаю, что это не тема для обсуждения в письма. Давай встретимся через два дня в саду. Там, где всегда. Эдвард. Эдвард. Это прикол Сумерок Лиша. Он малого задушил, а я ее выпил. Ладно. Или это Эдвард Руки Ножницы? Остаюсь сегодня стэдии. Ну окей. Что поделать? Стэдди так стэдии. Ты серьезно? Мы опять тут? Младненько. Младненько. Мы опять в своем кабинете. Так. А зачем? Записка. Здоровый Аврам. Большое спасибо за то, что ты отправил мне публикацию доктора. Альфреда. Об измерении. Коэффициента интеллекта у детей. Так. Представь себе. Мы будем развивать интеллектуальную элиту с раннего возраста. Чтобы они. А. Чтобы она развила наш мир и науку. Человечество. Возможно, она вскоре испытает огромный скачок. Угу. Испытала. Проверяй. Так. Мы с вами опять в больнице. И тут два варианта. Либо опять на лифту. Ехать в морг. Либо тут что-то нужно будет найти. Объект исследования. Тестирование терапии. Для повышения. Коэффициента интеллекта у детей. Субъект исследования. Теодор доу. Первая попытка повысить IQ. Манипуляция. Время снастазии. Участники исследования. Перенес эксперимент хорошо. И начинаю с фазы наблюдения. И мануальную. 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 Так. Мануальную терапию будет проводить. Я так понимаю. Что-то мне подсказывает. Что нам нужно найти будет с вами пленку. Нужно найти будет с вами ключик. А это сделать можно будет только в двух местах. Либо я же опять ехать на лифту. Либо здесь у глазного. Здесь мы зрение с вами проверяли. Прошлой серии. Ключика нет. Ключика нет. Здесь тоже. Да ничего нет. Ладно. Пошли к лифту. Сходим. Вот по поводу пленки не уверен. Наташа ключ нам нужен. Это. Это сто процентов. Так, ребята, готовьтесь. Скоро будут скримеры, я так понимаю. Потому что давно их не было. Потому что реально давно их не было. О-о-о. Начинается. Так. О, глядит испорченным. Ёб твоё. Ага, это хрень за нами, да? Движется. Ёб. Так. Бум. Ещё нужно? Ага, нужно, чтобы все свечки загорели, да? Так, каким образом? Сейчас попробуем ещё раз комбинацию сделать. Так, давай смотреть. Это включает два. Это включает три. Не знаю, я просто всё подряд тыркаю. Тут должна быть какая-то комбинация, я понял. Так. Падла, включи, пожалуйста. Во, есть. Шикарно. Вот и ключик. Мы с вами что-то натыркали. Мы молодцы. Ребят, чисто случайно это сделал. Так что, им не нужно оваций. Хотя, можете немножко похлопать. Ну, либо лайкосик поставить. Так, фонарик, да? А, это лампочка. Лампочка, лампочка. Значит, мы сейчас пойдём, включим там свет. И эта штука пропадёт. Вот сюда. Бум. Есть. Хорошо. Всё. Идём наверх. И не так уже и страшно. Залазно. Это, знаешь, что рядом где-то будет скример, уже не так и страшно. Идёмте открывать нашу шкатулочку. Так, где она? Ой, всё, всё. Так. Дорогой Еврам, всё пошло к чёрту. Все мои планы. Всё, всё было основано на внушении и попытке манипулирования в основном фазе РМ. Я это тестировал на моём сцене Тедди. Я думал, что это не причинит вред. Я никогда не потеряю. Но наоборот, в моей семье будут первые гений. Бла-бла-бла. Мне продолжать исследование. Чёрт. Думаю, скоро у меня будет интересный пациент. Ага. Ага. А вот это не надо было экспериментировать на своём малом. Да иду-иду, уле-уле. Су. Ха-ха-ха-ха. Ладно, ладно. Хорошо. Ну, так, на пол шишечки всего. Испугали меня. Ага. Твою... Ты кто? А что мне надо было делать? Только не оришь, мне нужно было среагировать 0,3 секунды куда-то влево. Или вправо убежать. О! Вот такая картинка мне нравится. Так, я должен перерезать эту цепочку. Хорошо. Ля, и помидорки растут, и огурки растут. Да ты шо? Просто мечта. Так, а перерезать мне нужно, наверное, в машине. Да, лежит эта штука? Кусачки. Не, пройти не могу. Хорошо. Справа у нас тупик. Ну, значит, по логике с левой где-то. Давайте пробежимся. Потому что... Судя по тому, как она дергает картинку, про оптимизацию разработчики вообще не слышали. Зачем она нужна? А что это такое? А вот и кусачки. Шикарно. Больше ничего здесь нет. Так, на мосты мы не пойдем. Побежали сразу кусачками. Откроем себе путь. Блин, а может тут и останемся? Мм? Может на этом и закончим прохождение? Ну, смотри, у нас все тут есть. Огурка, помидорка, машины, кусачки есть. Это как в фильме «Начало». Помните, как он в конце елу покрутил, когда к детям пришел? И ты не понимаешь, проснулся он либо нет. Так что, может мы тоже не будем просыпаться? Ну, ладно. Я хотел как лучше. Здорово, Бэмби. Ну, и куда мы с вами идем? Так, вижу качельку и пикник, да? Так, странные сессии Стивена и Тедди принесли ожидаемые моим мужем результаты. Разве токсичные отношения между отцом и сыном не являются слишком высокой ценой? Тедди уже не так же на радостен, как казалось раньше. Бэйца темноты, это как будто нормально в его возрасте. Я не знаю, только Эдди является для меня опорой, хотя он и в последнее время кажется странным. Я пыталась улучшить наши сружеские отношения, но полное отсутствие интереса со стороны Стивена заставляет меня подать духом. Он все время говорит о своем новом методе лечения. Этот союз меня ограничивает, я не вижу с ним будущего. Я знаю, что это немного безрассудно, но я начинаю чувствовать себя более комфортно с Эдди. Только он проявляет ко мне интерес. Ну да, проявил. Проявил, проверяем. Задушил малого и ее, по-моему, зарезал, да? Не, ну все-таки проявишь интерес. Тут и не поспоришь. Давай. На черную жемчужину и поплыли. Так, ну. Я этой штукой не управляю, она сама движется. Я вот пытаюсь лево-вправо, но не. Игра сама управляет. Ну и не только не верю, что опять все за два. Ну ладно, побежали. Так, тестирование терапии для повышения коэффициента интеллекта детей. Среди детей. Что-то явно пошло не так. Эксперимент оказался неудачным. Так, счастья, хотя бы минуту, чтобы исполнить свои мечты. Во время нашего романса мы часто встречались в саду. Хотя, может, доктор и хотел, чтобы садовник избавился от его семьи. Так, участник исследования перенес эксперимент хорошо. Угу, прям замечательно перенес. Я открываю сегодня заседание против Эдварда по делу убийства Сюзан Доуэрл. Ну, что нужно делать? Так, игра. Выпусти меня, пожалуйста. Угу. Мы в камере находимся. Что-то мне кажется, что если мы сейчас выйдем отсюда, то... Нам тут по голове настучат. Потому что нельзя выходить из камеры. Давайте, наверное, уже в следующей серии мы с вами продолжим. Выйдем с этой камеры и посмотрим, что здесь происходит. Потому что я, в принципе, начинаю догадываться происходящим. Но иногда меня некоторые вещи смущают. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...